МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их объединяет чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Диктант Победы организован партией «Единая Россия». Это очень важно для того, чтобы помнить свою историю, знать ее. Настрой хороший. Участвовать я решила для того, чтобы поддержать нашу молодую гвардию, чтобы они не одни писали. В диктанте 25 вопросов на выполнение всех заданий. Ровно 45 минут. К международной акции присоединился и глава Ахимок Дмитрий Волошин. Я считаю, что каждый сегодня гражданин, для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы прикоснуться к истории, имеет на это полное право освободить всего один час своего времени, для того, чтобы вместе со всей страной в 12 часов сесть за парты и написать этот диктант. В этом году задания посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границе СССР, юбилеем писателей-фронтовиков и другим знаковым датам. Я считаю, что это вообще очень серьезная и ответственная акция, потому что задача сегодняшнего дня – это сохранить память о той войне, которую сегодня многие пытаются изменить на самом деле. В 7-м лицее Химок проверили свои знания по истории более 300 человек. Это и учащиеся, и родители, и наши педагоги, и гости, кого пригласили. У нас открытая площадка. Уникальной площадкой акции в Химках стал аэропорт Шереметьево. Старт диктанту победы дали в общедоступной зоне вылета терминала «Б», где торжественно выступила знаменная группа колледжа полиции Москвы. С приветствием к участникам акции обратились почетные гости. Сегодня мы даем шанс и предоставляем возможности любому человеку не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое, потому что, когда ты заполняешь тест, отвечаешь на вопросы, иногда становишься в тупик на тот или иной вопрос, ищешь ответы после этого диктанта и расширяешь свою кругозору свои знания. Вот эта замечательная акция диктанта победы, она наоборот сближает нас всех, потому что мы прикасаемся к той истории, которой ответы мы даем, на ту историю, которая была. Это и есть та самая память поколения. Написали диктант победы более четырех тысяч химчан, победители наградят дипломами, а авторы 20 лучших работ будут приглашены на парад победы 9 мая в Москву. Анастасия Кравцовская, Руслан Саффин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.